Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписаны, рекомендуем подписаться, поскольку на нашем канале вы можете найти большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора – это семейный универсал, причем рассчитанный на 7 посадочных мест. Подобный формат покупателю могут предложить не так много производителей из Европы, а вот по части машин японских все обстоит намного лучше. Эта модель достаточно широко представлена на вторичном рынке, и более того, подобные автомобили все еще привозятся из Японии. Вполне возможно, что наш сегодняшний обзор с большим интересом посмотрят жители европейской части нашей страны, где правый руль не столь распространен. Но и всем остальным нашим зрителям он тоже может оказаться интересным и полезным. Встречайте, Honda Stream в кузове RN. Кузов RN – это вторая генерация минивена Stream от компании Honda. Эти автомобили появились в 2006 году, а на конвейере данная модель простояла долгих 8 лет, что очень и очень немало по нынешним меркам. Пройдя через рестайлинг лишь единожды в 2009 году. Эти автомобили не слишком преобразились внешне, ну а уж по агрегатной базе тут и подавно изменения придется выискивать с лупой, если вообще удастся их обнаружить. Этот автомобиль мог выпускаться в нескольких исполнениях как по моторам, так и по типу привода. В частности, наш вариант, имеющий кузовной индекс RN6, имеет под капотом бензиновый двигатель 1.8 на 140 лошадей, автоматическую коробку передач и передний привод. Та же машина, но на полном приводе, будет иметь кузовной индекс RN7. RN8 – это двухлитровый вариант с вариаторной трансмиссией и передним приводом. А RN9 – это 4WD, 2 литра и обычный автомат. Honda Stream в кузове RN – это полноразмерный, полноценный семейный автомобиль. Вполне взрослая длина кузова 4,57 м, стандартная легковая ширина 1,69 м и высота 1,54 м, что не дотягивает до уровня минивэнов наподобие Honda Freed. То есть автомобиль имеет классические пропорции универсала. Колесная база при этом, кстати, составляет 2,74 м, дорожный просвет 150 мм. А емкости штатного топливного бака в 55 литров вполне достаточно как для трассы, так и для города с поправкой на расход топлива этого автомобиля. Кстати говоря, радиус разворота у этого автомобиля составляет всего 5,5 м, а это очень немного. Автомобиль весьма и весьма маневренный, что значительно облегчает эксплуатацию машины в городском пространстве. Что касается толщины и качества окраса, то многие владельцы, которые эксплуатировали эти автомобили уже в наших российских реалиях, отмечают, что клиновидный передок этой машины имеет склонность собирать сколы, особенно если приходится часто ездить по трассам, где, скажем так, покрытие не идеально. Встретить же следы откровенной коррозии на более или менее свежих машинах достаточно тяжело, но, тем не менее, с поправкой на наши эксплуатационные реалии, обязательно осмотрите при покупке зону порогов и, как минимум, задних арок автомобиля. А лучше вообще не пропускать при покупке такую фазу, как осмотр машины на подъемнике. В конце концов, особенно если речь идет про полноприводные экземпляры, такие машины вполне могли приехать с севера Японии, где в холодный период используются реагенты, причем достаточно широко. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, для Хонды Стрим второй генерации эти цифры будут такие же, как и для большинства японских машин – от 90 до 140 микрон, если речь идет о заводском окрасе. Разговоры про салон автомобиля по традиции начнем с багажного отделения. Доступ куда открывает довольно-таки не тяжелая по сравнению с другими минивенами крышка багажника. Что касается размеров багажного проема, то ширина в самой широкой части – это порядка 108 сантиметров. Но кверху проем сильно сужается, практически до 88 с поправкой на крепление ремней. Не сказать, что он огромный, но для ликового автомобиля, в принципе, здесь вопросов нет. А вот к чему вопросы, возможно, будут, так это к высоте непосредственно багажного отделения. Ввиду того, что на данном автомобиле салон выполнен в семиместной спецификации и третий ряд сидений у нас складывается в пол багажника, погрузочная высота в данном случае получается всего-навсего порядка 75 сантиметров от сложенного сидения до потолка. Длина, в принципе, вполне взрослая и составляет порядка 101 сантиметра до спинок максимально сдвинутых вперед сидений второго ряда. При поднятых креслах в максимально вертикальное положение, естественно, багажный проем у нас сузится сантиметров до 35 по длине. Но, как и в любом другом легковом универсале, рассчитывать на большой запас пространства при поднятых трех рядах было бы опрометчиво. Третий ряд сидений в данном случае, кстати, скрадывает не только высоту багажника, но и в какой-то степени ширину. Из-за наличия здесь подлокотников максимальная ширина в самом узком месте порядка 97 сантиметров или около того. Каких-либо дополнительных удобств по багажнику не так уж и много. По сути дела, это органайзер, куда можно положить что-то не очень крупное. И дополнительный фонарик в багажнике, который, в принципе, должен нести практическую ценность. Ну, а если вы собрались перевести что-то очень длинное, либо объемное, то вы можете сложить в спинке второго ряда кресел. В этом случае вы получите около ровной площадки и порядка 187 сантиметров полезной длины, в зависимости от того, на какое расстояние у вас будут отодвинуты передние сидения. Ну, а в том случае, если груз очень-очень длинный и при этом достаточно узкий, чтобы пройти между передними креслами, то вы можете уложить в багажник стрима что-то длиной до 256 сантиметров. Ну, а теперь перемещаемся в салон стрима второго поколения. Первое, что обращает на себя здесь внимание, это удобная посадка и достаточно широкий диапазон регулировок кресла. С учетом регулировки по высоте, которая здесь также присутствует, подобрать удобную посадку за рулем этого минивэна или универсала, кому как больше нравится, для себя сможет человек практически любой комплекции. Руль трехспицевый, достаточно хваткий, рулевая колонка при этом имеет регулировку как по вылету, так и по наклону. Причем регулировка по вылету достаточно большая в плане диапазона. Так что здесь тоже проблем с подстройкой под себя ни у кого не должно возникнуть. Некоторые автомобили из тех, которые мы показывали в наших обзорах, разочаровывали отсутствием опоры для локтей. Но в данном случае все очень даже удобно. Широкий подлокотник с расположенными прямо под рукой клавишами управления стеклоподъемниками с правой стороны. И дополнительный подлокотник для водителя и переднего пассажира, с которым, правда, за пространство для руки придется, может быть, и побороться в дальней поездке. Здесь присутствуют. Обращает на себя внимание и то, что с обзорностью у Хонды Стрим второго поколения все в порядке. Здесь есть дополнительные маленькие стеклышки на боковых дверях, которые позволяют практически убрать мертвую зону за передними стойками, где иногда у других автомобилей вполне может припрятаться пешеход, которого вы можете не заметить при повороте направо либо налево. Здесь эта проблема исключена. Также здесь достаточно информативные боковые зеркала, хотя по нашему вкусу они могли бы быть и побольше по площади, но тем не менее. Да и сама эргономика водительского места весьма и весьма неплохая. Несмотря на то, что в салоне Стрима никаких изысков нет, здесь нет огромной россыпи кнопок, подобно тому, как это встречается в некоторых автомобилях, например, концерна Volkswagen, но все под рукой. В зависимости от комплектации, здесь может быть побольше либо поменьше различных клавиш управления. В нашем случае на руле у нас есть только управление мультимедиа и телефоном, но при этом нет круиз-контроля, правая часть руля здесь пустая. Климатическая система в данном случае рассчитана только на одну зону, она достаточно удобно скомпонована. При этом нужно отметить, что клавиши здесь, они тактильно отличимы друг от друга и даже в случае, если вам нужно на ходу прибавить температуру или, например, скорректировать скорость вентилятора, то от дороги вы можете и не отвлекаться. То есть кнопки не слеплены в одну большую и на ощупь вполне различимы. Сделано это все достаточно аккуратно, симпатично. Здесь есть мультимедийная система штатная с японской навигацией, которая в наших условиях без адаптации, конечно, работать не будет. Сюда выводится изображение с камеры заднего вида, что есть плюс при парковке задним ходом, поскольку автомобиль достаточно длинный. А вот по части подстаканников на самом деле здесь все весьма ограничено. По сути дела у вас есть только два подстаканника в центральном подлокотнике слева и справа. Здесь есть только небольшие ящички для мелочей, штатный бардачок, впрочем, достаточно объемный и что-то типа пепельницы. Но это не пепельница, а скорее просто ящичек для хранения каких-то мелких вещей. Видео-вход для подключения, например, того же самого DVD-плеера, полка внизу, а также в центральном подлокотнике мы имеем ничем сверху не прикрытый лоток для хранения разного рода вещей. И вот сюда, конечно, просилась бы хотя бы минимальная крышка, вполне возможно сдвижная, но ее нет и вполне возможно, что ни в одной из комплектаций и не будет. Ну а теперь поговорим про заднее сидение, пространство и какие-либо интересные фишки. Сейчас я сижу сам за собой. При этом я не могу сказать, что колени утыкаются в переднее сидение, но при попытке вытянуть ноги, мгновенно утыкаешься голенью в твердую часть переднего кресла. Это достаточно неудобно. Вполне возможно, что если сесть правильно, не сползая на подушке, то ситуация исправится. Заднее сидение, кстати говоря, имеет регулируемую по углу наклона спинку. Сейчас она стоит в вертикальном положении, но при необходимости ее можно слегка скорректировать. Примерно вот в таком диапазоне. Это максимально отклоненное назад положение спинки и это достаточно удобно. В дальней дороге при необходимости можно расслабиться и даже немножко вздремнуть. Также доступен для пассажиров заднего ряда и подлокотник, причем имеющий целых два подстаканника. И с поправкой на то, что слева и справа здесь есть куда пристроить локти. И, кстати говоря, в правом подлокотнике здесь аж два ящика для какой-то мелочевки. Правда, они отделаны жесткой пластмассой. Вполне возможно, то, что вы сюда насыпите, будет издавать определенные звуки при езде по кочкам. Но, тем не менее, более задний ряд тут у нас ничем не примечателен. Для пассажиров второго ряда это, пожалуй, все удобства. И, на самом деле, здесь весьма неплохо с поправкой на то, что мы говорим про универсал, а не про большой минивэн. Ну, а что касается третьего ряда сидений, в данном случае можно сказать, что я ожидал худшего. На самом деле, с поправкой на то, что ноги здесь у нас стоят на полу. Да, они упираются в спинку переднего кресла, но никто не мешает поставить ее более вертикально. И, соответственно, сесть чуть более вольготно. В целом, здесь неплохо по меркам, опять же, третьего ряда сидений в автомобилях, не относящимся к классу микроавтобуса. При этом у пассажиров третьего ряда, кстати, есть свой подлокотник с дополнительным подстаканником и отсеком для мелочевки. Конечно, затея отправляться в кругосветку на третьем ряду Honda Stream достаточно авантюрная затея для людей высокого роста, во всяком случае. Но для поездок на короткие расстояния места здесь будет вполне достаточно. При этом, кстати говоря, при росте 1,86 м, голова моя не упирается в потолок, что довольно неожиданно. Ну а теперь про двигатели. В подкапотном пространстве Honda Stream 2-й генерации вы могли обнаружить один из двух моторов. Причем оба этих двигателя, по сути, конструктивно братья-близнецы и отличаются, по большому счету, только рабочим объемом. И, соответственно, показателями мощности и крутящего момента. Причем довольно-таки незначительно. Младший в линейке мотор R18A, который, кстати, устанавливался еще и на 8-й, 9-й Civic, если говорить про леворульные автомобили, развивал 140 лошадиных сил и 175 ньютонов на метр крутящего момента. Его старший двухлитровый собрат R20A, который вы можете также обнаружить под капотом Honda CR-V, 8-го аккорда или Honda StepWagon, выдавал порядка 150 лошадиных сил и 185 ньютонов на метр крутящего момента. Что немногим больше. По конструктиву эти двигатели рядная алюминиевая четверка с алюминиевой головкой блока цилиндров, с одним верхним распредвалом и цепным приводом ГРМ, который, к слову говоря, никак не тревожит своих владельцев на протяжении всего срока службы агрегата. Каких-либо проблем с растяжением цепи, либо с ее дребезгом, либо с выходом из строя фазорегулятора iFTEC, который здесь присутствует, владельцы подобных автомобилей, как правило, не знают. Этот двигатель не имеет каких-либо навороченных систем в виде, например, прямого впрыска или особо мудреных впускных коллекторов, поэтому здесь все очень и очень просто, а следовательно ресурсно. По заверению производителя, эти силовые установки способны отработать порядка 300 тысяч километров пробега, но, как показывает практика, встречаются автомобили, которые отходили в заботливых руках намного большие цифры, как правило, за 400 тысяч километров. Самый основной момент – не допускать перегрева, который эти двигатели, как и любые современные моторы, очень не любят следить за исправностью системы охлаждения, а также вовремя менять масло. Подходящий интервал в данном случае – это порядка 7 тысяч километров пробега, благо масла в эти двигатели заливается совсем немного. Если говорить про двигатель 1.8, порядка 4 литров. У двухлитровой версии поддон чуть-чуть вместительнее. Самое приятное, что каких-либо характерных болячек у этих двигателей ни по части поршневой группы, ни по части навесного оборудования по большому счету-то и нет. Во всяком случае таких, которые бы препятствовали нормальной эксплуатации этого автомобиля. Конечно, как и на любой другой машине, в данном случае может понадобиться чистка дроссельной заслонки на определенных пробегах. Да, здесь могут также выйти из строя катушки зажигания, которые, к слову говоря, здесь индивидуальные, на каждый цилиндр своя. Вполне возможно, что через какой-то срок машина попросит вас выполнить промывку топливных форсунок. Но все эти вещи больше относятся к плановому техобслуживанию, а не к внезапному и разорительному ремонту. Пожалуй, единственные моменты, связанные с неприятностями в эксплуатации этого мотора, могут быть связаны либо с навесным оборудованием, например, с компрессором кондиционера. Поэтому при покупке такого автомобиля на всякий пожарный проверьте, чтобы компрессор исправно функционировал. Второй момент – это стучащие звуки. Стук при работе может издавать клапан от сорбера топливных паров. Причем стук этот может оказаться достаточно громким. Второй источник неприятного стука под капотом – это клапан PCV, относящийся к системе вентиляции картерных газов. К еще одному плюсу этой силовой установки можно отнести все-таки достаточную для семейного универсала резвость, которую он придает данному кузову, а также небольшой расход топлива. На трассе вполне возможно уложиться на переднем приводе в отметку 6-6,5 литров на сотню. Что касается коробок передач, на Хонде Стрим второй генерации КПП были только автоматическими. В двух вариантах – пятиступенчатый гидромеханический автомат, либо на двухлитровых переднеприводных машинах – вариаторная коробка передач. Сами коробки в данном случае производство компании Хонда. То есть к сторонним производителям по поводу автоматических трансмиссий в данном случае Хонда не обращалась. И это хорошо. Коробки получились по-хондовски надежными. Касается это не только автоматов, но и вариаторной коробки передач тоже. Единственный момент – помните о необходимости менять масло в этих трансмиссиях, что предопределяет во многом их долгую и справную работу. Масло в автомате лучше менять раз в 60 тысяч километров пробега, ну а масло в вариаторной коробке передач, если вы купили двухлитровый переднеприводный стрим, лучше менять раз в 40-45 тысяч километров. Само собой разумеется, при осмотре понравившегося экземпляра на тест-драйве обратите внимание на то, чтобы данные коробки передач не толкались, не пинались и не тянулись переключением, если речь идет про классический автомат. Но в общем и в целом, если вы покупаете исправный автомобиль в хорошем состоянии, каких-либо проблем по коробкам вы еще долгое время испытывать не будете. То же самое касается и системы полного привода. В целом вопросов по ее надежности нет. При осмотре полноприводного автомобиля помните о том, что нужно посмотреть на сухость сальники заднего редуктора, а также проверить кардан на предмет наличия люфтов, крестовин и шлицевых частей. Несмотря на то, что система полного привода не сделает из Honda Stream внедорожник, но удобства в эксплуатации на повседнев в городских условиях с не очень чищенными дворами она определенно добавит. Что касается подвески второго стрима, спереди здесь Макферсон, а задняя подвеска собрана на двойных поперечных рычагах. Подвеска по меркам гражданских минивэнов может кому-то показаться жесткой, но по меркам автомобилей Honda в самый раз. Иными словами, если вы цените в автомобиле управляемость и рулежку, то вот Honda Stream это тот семейный универсал, который не должен вас разочаровать. Что касается ресурса компонентов подвески, то он здесь в целом достаточно неплохой. Ходовка получилась у компании Honda довольно крепкой. Но есть некоторые нюансы. Самый главный нюанс относится к необходимости внимательно посмотреть рулевую рейку на предмет отсутствия стуков при покупке подобного автомобиля. Очень многие владельцы с этим явлением сталкивались. Некоторые предлагают достаточно простой, но эффективный тест на исправность рулевой рейки. Для этого будет достаточно осуществить точечный пинок на положение 3 часа, то есть пнуть колесо посредине, ближе к пассажирской двери. И если удар по колесу будет сопровождаться ощутимым стуком или лязгом, то рейке в принципе вынесен приговор. И в данном случае механизм отправится на переборку. Поискать контрактную, конечно, можно, но нет гарантии, что на контрактном агрегате вы не увидите той же проблемы. Есть характерная болячка, про нее нужно знать и не нужно бояться. Сама рулевая рейка, кстати, здесь электрическая, поэтому никаких проблем с текущими шлангами гидроусилителя, с насосом ГУР и так далее у владельцев подобных автомобилей не возникнет никогда в связи с отсутствием на борту всего этого хозяйства. При осмотре подобного автомобиля следует также уделить внимание и проверке, например, нижних шаровых опор, поскольку в данном случае меняются они по задумке конструкторов должны только совместно с рычагом. Можно, конечно, приобрести дубликатные шаровые, но, тем не менее, обратить внимание сюда нужно, поскольку если вы задумаете менять рычаг в сборе, то цена оригинала может неприятно удивить. Кстати говоря, о сайлентблоках передних рычагов практически ничего никогда не бывает с передними сайлентблоками, а вот задние также посмотрите на предмет необходимости замены. По передней подвеске, кстати говоря, если при проезде неровности слышен стук, обязательно проверьте, как себя чувствуют опорные подшипники передних стоек. На стримах с большим пробегом дефект этих компонентов также попадается. Ну, а что касается подвески задней, то здесь у нас не слишком замороченная, подобно тому, как это было сделано на Хонде Аккорд, но и нетрадиционная схема с балкой. В данном случае у нас есть два поперечных рычага с соответствующими сайлентблоками, большие рычаги понизу и своего рода основательные такие тяги на верхнюю часть задней ступицы. Соответственно, все резинки при осмотре автомобиля должны быть целыми. При осмотре снизу также бросается в глаза пластиковый топливный бак, кстати говоря, не имеющий абсолютно никакой защиты, поэтому, если вы планируете соваться куда-то на серьезное бездорожье, имейте в виду, хотя по логике вещей пластик здесь толстый, пробить его не так-то легко. Ну и в завершении, Хонда Стрим, несмотря на то, что, по сути, эта машина представляет собой довольно плотно скомпонованный семиместный универсал, имеет докатку. В отличие, например, от линейки Фрид или Фит Шаттл, которые запасным колесом не комплектуются в данном случае, докатка у нас подвешена снизу и опускается вниз на своего рода домкрате. На этом наш короткий обзор автомобиля Хонда Стрим в кузове РН6 2009 года выпуска с пробегом 116 тысяч километров по Японии подошел к своему завершению. Если вы владели или владеете подобным автомобилем, проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить, в чем нас поправить, или есть какая-то очень интересная и ценная информация по части эксплуатации подобной машины, просим поделитесь ей в комментариях. Ведь людям, выбирающим себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Ну, а если в свою очередь вас заинтересовал именно этот автомобиль, который был на нашем подъемнике, то есть шанс, что к моменту выхода данного видео машина все еще будет находиться в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас информацию, включая наличие и цену, вы можете уточнить по телефонам, указанным в описании под этим видео. Так что звоните, пишите. Спасибо за просмотр, хорошего дня и до новых встреч на канале. Пока!